МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Светлана Паршикова, главный методист Музея-усадьбы, академика Ивана Петровича Павлова. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, как появилась идея создания аудиогида? Эта идея появилась не случайно, поскольку на просторах сети интернет есть специальные площадки для туристов и есть специальные приложения, которые дают возможность не только прослушать в реальном времени разные аудиогиды, но и скачать их, и точно так же познакомиться с жизнью, творчеством, деятельностью разных интересных жителей нашей страны. И когда мы обратили внимание на аудиогид, который дает возможность пройти вместе с Достоевским по Москве, то почему бы не сделать аудиогид, который позволил бы прогуляться с Иваном Петровичем Павловым по Рязани 19 века? Расскажите поподробнее, какая информация вошла в аудиогид? Здесь информация была не случайная, и эта информация касается исключительно Ивана Петровича Павлова. Его жизни, его открытия, его взглядов на какие-то разные вопросы. То, что обычный человек, обычный посетитель, обычный пользователь сети интернет не встретит на просторах, опять-таки, сети интернет. И здесь информация берется от первого лица. Она идет практически вся от лица Ивана Петровича Павлова. Здесь и его воспоминания о жизни в Рязани, о детских годах, проведенных в доме его отца Петра Дмитриевича Павлова. Здесь и воспоминания о тех училищах, с которыми был связан Иван Петрович. Это духовное училище и, конечно же, духовные семинарии. Но есть и такие моменты, которые рассказывают о Павлове, как о человеке всесторонне развитым. Поэтому экскурсия, она направлена не только на стандартного человека, то есть человека взрослого, но и дети с удовольствием также могут послушать эту экскурсию. Расскажите, пожалуйста, откуда начинается маршрут и где заканчивается? Маршрут начинается от родного дома Ивана Петровича. Это улица Павлова, дом 25. Это бывшая улица Никольская. Здесь Павлов рассказывает как раз о том, что он родился в Рязани. И это действительно так. Здесь Иван Петрович повествует о своих родителях. И Павлов всегда говорил о том, что он им благодарен за возможность получить высшее образование. Это действительно так. А далее наш маршрут от отчего дома Ивана Петровича идёт по улице Семинарской, поскольку по этой улице Павлов ходил сначала в духовное училище, а затем в духовную семинарию. Скажите, пожалуйста, а кто озвучивает аудиогид? Аудиогид озвучен Андреем Николаевичем Торховым. И действительно его голос был таким знаковым, значимым, поскольку прежде чем озвучить всю эту экскурсию, он приходил в музей. Ему интересно было посмотреть на кадры, где Иван Петрович говорит какой-то текст или выступает на каком-то международном конгрессе. И у него сложилось определённое впечатление, как голос Павлова должен звучать в этой экскурсии. Поэтому это очень похоже. Расскажите, а кто сможет воспользоваться аудиогидом и каким образом? Аудиогидом могут воспользоваться абсолютно все жители нашей планеты, те, которые пользуются смартфонами и планшетами. Ничего сложного здесь нет. Нужно всего лишь скачать приложение Изи Тревел и найти в этом приложении прогулку с Иваном Петровичем Павловым. Аудиогид рассказывает о дорогих сердцу Павлова местах и людях. Кого и какие места он вспоминает? Расскажите. В первую очередь это, конечно же, Рязань. И здесь идёт рассказ о том, что можно было бы связать не только Рязань, но и дальнейшую жизнь Ивана Петровича Павлова, которая протекала в Санкт-Петербурге. С этим городом у Павлова связана большая часть жизни. Аудиогид даёт возможность понять то, что Павлов родился в Рязани. И здесь прошли его детские и юношеские годы. И этот город был дорог Ивану Петровичу, как город его детства. Поэтому и здесь в первую очередь этот гид направлен на то, чтобы познакомить с родословной Ивана Петровича, потому что он рассказывает о ней очень подробно. И это были взяты воспоминания Ивана Петровича. И далее идут небольшие вкрапления из жизни академика Павлова. Когда мы рассказываем о посещении городского театра, то здесь идёт очень интересный момент, когда Павлов побывал на спектакле негритянского актёра, так об этом раньше писали. Айра Олдридж приезжал в Россию, гастролировал по разным городам. И в Рязани был ли спектакль по произведениям Шекспира. Но интересен тот факт, что эти спектакли шли только на английском языке. А Павлов настолько влюбился в игру этого актёра, и произведения на английском языке он решил читать только в подлинниках. Но английского языка Иван Петрович в то время не знал. Но ситуация нашла свой выход. И Павлов взял словарь английского языка Нурака, выучил его полностью, наизусть, и в дальнейшем свободно читал литературу на английском языке. Поэтому вот этот момент, он есть здесь, в этой экскурсии. А обычный посетитель об этом может совершенно не знать, потому что этот факт найден был в воспоминаниях современников Ивана Петровича. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия будут проведены к 170-летию учёного? 27 сентября 2019 года мы будем отмечать 170 лет со дня рождения Ивана Петровича Павлова. И, конечно, к этой дате музей готовится. Традиционно пройдёт Павловская неделя, посвящённая этим событиям. У нас будет научная конференция. Она запланирована на 27 сентября. А далее мы планируем провести фестиваль Нобелевских лауреатов. Это первый фестиваль, который пройдёт у нас на базе нашего музея. Что касается маршрута, сколько у него точек? Маршрут не очень длинный, поскольку мы и не планировали его делать достаточно большим, так чтобы турист не устал во время этого путешествия. Поэтому первой точкой мы сделали отчий дом Ивана Петровича. А последняя точка – это Рязанский Кремль. Но маршрут включает в себя восемь точек. Все они связаны тем или иным образом с жизнью Ивана Петровича Павлова и с его воспоминаниями о том или ином месте, которое также сейчас располагается в городе Рязани. Всё дело в том, что на этом маршруте есть один объект, о котором мы говорим. Но увидеть его туристу будет очень сложно. Это церковь Николы Высокого. В этой церкви служил отец Ивана Петровича – Пётр Дмитриевич Павлов. И в настоящее время эта церковь сохранена, но только частично. И находится она на территории Рязанского приборного завода. Но не сказать об этом объекте было бы совершенно неверно, потому что с этой церковью связан ещё один интересный момент, который также присутствует в нашей пешеходной экскурсии. Когда Иван Петрович был маленьким, вместе с братьями они иногда любили пошалить. Ну а поскольку отец был священником, и дети часто приходили в церковь, они знали, что там есть высокая колокольня. И однажды они решили пошалить. И с высокой колокольни в ночное время запустили змея с горящими глазами. Как они его сделают, осталось, конечно, тайной, но факт остаётся фактом. Городовой, который выяснял, кто же пошалил таким образом, нашёл виновников этого происшествия. Ими, конечно же, оказались дети Петра Дмитриевича Павлова. Отцу Петру ничего не оставалось делать, как поставить на стол большой ведёрный самовар и в течение долгого времени пить чай, разговаривать и умасливать городового, чтобы решить дело миром. Дело действительно было решено в пользу детей. Но отец Пётр решил, что если у детей достаточно много времени для баловства, значит, нужно это время как-то направить на правильные, богоугодные дела. Поэтому на территории усадьбы появилась спортивная площадка, где дети занимались спортом. Появились кольца, брусья, лестница. И Иван Петрович на всю свою жизнь приобрёл привычку заниматься спортом. Работал в саду и говорил, что я люблю и любил умственный труд и физический. И, пожалуй, дальше даже больше второй. Поэтому чередование трудоумственного и физического для Павлова было очень значимым моментом в его жизни. В этом году мы отметим не только гюбилей, но и ещё одно грандиозное событие. Расскажите о нём. В этом году мы будем отмечать ещё одну дату, 115 лет со дня вручения Ивану Петровичу Нобелевской премии. Павлов был первым русским лауреатом Нобелевской премии. И свою награду он получил в 1904 году. Павлов был приглашён в Стокгольм. И в присутствии огромного количества гостей он получил свою заслуженную награду. Действительно, труды Павлова составляют золотой фонд нашей русской науки. И на открытие Ивана Петровича ссылаются учёные всех стран мира. Труды Павлова переведены практически на все иностранные языки. А какие привычки были у Ивана Петровича? Пешеходный маршрут создан был ещё и с той целью, чтобы показать туристу, что Иван Петрович Павлов получил привычку ходить пешком именно здесь, в Рязани. И действительно, в то время транспортных средств здесь было не так много. А Павлов ходил очень быстро. И жена Ивана Петровича говорила об этом так. Павлов ходит так, что обгоняет извозчиков. Действительно, очень много научных сотрудников, которые приходили в лабораторию к Ивану Петровичу и не решались задавать вопросы во время рабочего дня, думали, Павлов пойдёт вечером домой, и мы будем его сопровождать. И во время этой прогулки зададим те вопросы, которые нас интересуют. Но когда прогулка начиналась, сотрудник понимал, что догнать Ивана Петровича будет, может быть, и легко. А вот задать вопросы при таком темпе ходьбы будет проблематично. Но со временем привыкали к такому ритму ходьбы Павлова. Шаг у Ивана Петровича был очень бодрый. 120 шагов в минуту. Поэтому любой турист, включив аудиогид, может также попробовать пройти со скоростью Ивана Петровича. 120 шагов в минуту. Спасибо. И на этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова